Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об использовании йода и зеленки в садоводстве, овощеводстве и цветоводстве. Рекомендации о использовании йода и зеленки можно найти практически у каждого блогера в том или ином виде. Кто-то создает какие-то совершенно фантастические смеси с участием этих веществ, кто-то рекомендует использовать йод, например, или зеленку для борьбы с фитофторой или какими-то другими заболеваниями. Очень многие советуют использовать йод в качестве подкормки для растений. И так и называют подкормка йода. Давайте разбираться. Начнем с йода. Йод является достаточно важным элементом для здоровья человека. При этом сказать, что йод необходим и человеку, и растениям в высоких концентрациях нельзя. Если говорить о растениях, то на сегодняшний день не существует каких-либо доказательств того, что йод является абсолютно необходимым элементом для роста и развития растений. Не существует научно обоснованных каких-то рекомендаций по использованию йода для обработки растений с целью их укрепления. Также не описаны какие-либо симптоматики заболевания, функциональные заболевания растений, связанные с недостатком йода. Поэтому говорить о подкормках йодом, ну, как минимум, не совсем правильно. В то же время, есть свидетельство того, что йод существенно может стимулировать различные процессы в организме. Научно обоснованных каких-то фактов или научно обоснованных принципов для того, чтобы объяснить, как йод влияет на растительный организм, на сегодняшний день нет. Однако же факт остается фактом. Многие растения, особенно морские, накапливают йод в достаточно большом количестве. Поэтому говорить о том, что йод совершенно не нужен растениям, не приходится. Но как же нам помочь обеспечить растения йодом? В каком виде они могут этот йод употреблять? Йод относится к одному из видов элементов, которые не могут быть употреблены растениям в органической форме. В этой связи йод должен потребляться только в растворимой форме, в виде растворимого иона, иодида. Когда же мы используем вот такой вот йод, раствор спиртовой йода, мы здесь никакого иодида не имеем. Это обыкновенный йод, который совершенно не может использоваться растениям, не может им усвоиться. Кроме того, йод, попадая в почву, в какую-то богатую органикой среду, начинает соединяться с органическими веществами. Зачастую нарушая нормальное функционирование и микроорганизмов, и растений. На том, что йод галогенизирует различные структуры клеток живых организмов, основано его антисептическое воздействие. Однако, давайте рассуждать логично. Ведь йод в аптеке продается в виде 5% раствора. Почему не в виде 1%? Почему не в виде полупроцентного? Достаточно немного задуматься. Ведь если бы йод помогал в более низких концентрациях, можно было бы им пользоваться и в низких концентрациях. Но экспериментальным путем подобрана именно такая концентрация йода, которая действительно эффективно избавляет нас от микроорганизмов путем смазывания, нанесения на различные поверхности тела. Если бы меньшие концентрации помогали, то соответственно была бы масса рекомендаций по использованию более низких концентраций йода. Однако же таких рекомендаций нет. Это свидетельствует в пользу того, что вот такие микродозы йода, чайная ложка на ведро воды йода и опрыскать от фитофторы, например, это совершенно не будет вообще никак эффективно. Или подвесить пузырьки с йодом по теплице, кроме того, что вы испортите покрытие пленочное или поликарбонатное, никакой пользы вообще от этого не будет совершенно. Это не является профилактикой заболеваний. Кроме того, как я уже сказал, йод не может быть усвоен растениями вот в таком вот виде, в чистом виде, а также в виде соединений с органикой. Как минимум необходимо, чтобы этот йод вовлекался микроорганизмами в какие-то процессы, превращался в более простые вещества, и из такого вот йода элементарного превращался в соединение йода. Но если же вы все равно хотите сделать йодные подкормки и как-то немножечко простимулировать свои растения, если это необходимо, то используйте не йодную настойку, которую все рекомендуют, а раствор люголя. Почему необходимо использовать раствор люголя? Дело в том, что в раствор люголя входит на 100 грамм препарата 1 грамм йода, 2 грамма калия йодида, ну, глицерин и всякие вспомогательные вещества. Так вот, как раз калий йодид и содержит тот самый йодид-ион, который легко поглощается растениями, в том числе, когда вы делаете внекорнивые подкормки, и, соответственно, может использоваться растениями. Сколько необходимо йоду? Как я уже сказал, йод является необходимым растением, веществом очень условно и в очень маленьком количестве. Поэтому, действительно, чайная ложечка раствора люголя на ведро воды будет вполне достаточной концентрации, чтобы обработать ваши растения и обеспечить их йодом, хотя, в общем-то, ну, каких-то таких дефицитных состояний по йоду у растений и не бывает. Что же касается зеленки? Зеленка – это раствор бриллиантового зеленого, такого анилинового красителя. Как мы уже сказали и про йод, аптечные растворы специально готовятся в определенной концентрации, в эффективной концентрации. Конечно, если вы опустите, например, семена в какой-то крепкий раствор зеленки, поддержите их там, бриллиантовый зеленый проникнет в оболочку, прокрасит ее, накопится там в каком-то количестве, и будет сдерживать бактериальную грибную инфекцию какое-то время, и будет защищать эта семечка в момент прорастания вот такого активного нападения различных патогенов, или же, если вы проращиваете это в марлечке, соответственно, он, вот эта зеленка будет какое-то время эти семена защищать. Те же концентрации зеленки, которые рекомендуются для обработки растений, здесь та же самая проблема, что и с йодом. Но если бы меньшие концентрации зеленки помогали, то они бы и использовались в медицине в том числе, но нет никакого смысла использовать гораздо большие концентрации. Поэтому все вот эти рекомендации по разведению зеленки и по поливанию растений, зеленкой или по обработке зеленкой вегетативных частей растений не имеют, ну вообще никакого обоснования, никакого здравого смысла. В этом вообще нет ничего хорошего. А тем более в том, чтобы зеленку смешать с йодом, смешать с содой, смешать с аммиаком. Имейте в виду, что когда вы поддаетесь вот таким рекомендациям некоторых блогеров, и смешиваете йод с аммиаком, то образуется вот такое вот любопытное вещество. Видите, как обесцвечивается йод. Образуется вещество, которое даже может выпасть потом в осадок при увеличении его концентрации в виде черных кристаллов. Будучи высушенными, они обладают таким взрывательным действием. Хотя, конечно, никого взорвать нельзя, но в общем ничего хорошего в этом нет. Притом они легко разлагаются на свету, до йода и аммиака назад. Но вообще вот все эти смеси, они, конечно, имеют очень-очень мало смысла и очень мало какого-то полезного значения. Я надеюсь, что теперь вы будете знать, как правильно делать йодные подкормки, опять же, если вы считаете, что это необходимо. Перестанете, если когда-либо использовали зеленку для опрыскивания, для каких-то приготовлений растворов и введения этой зеленки, какие-то композиции раствора для полива или обработки растений. И сможете правильно вести свое хозяйство, содержать его в красоте и без болезней вредителей. На этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте свои комментарии на портале процветок.ком. Ссылку на него вы сможете увидеть под этим видео. Если вам нравится иметь под рукой всю нашу информацию, выписывайте журнал «Урожайные сотки». Вы не будете зависеть от интернета. Всегда сможете прочитать наши советы в печатном виде. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего.